От эпидемии по РВИ гриппу Архангельска деляют 0,3%. Такие данные озвучил региональный Роспотребнадзор. В этом году в России будет превалировать вирус гриппа H3N2, который прозвали гонконгским. Он входит в список рекомендованных штаммов для вакцин и не так опасен. По мнению медиков, самый эффективный способ профилактики гриппа – вакцинация. 377 тысяч жителей Архангельской области с этим согласились и сделали прививку от гриппа. Качественная или некачественная вакцина определяется по поствакцинальным осложнениям. Каждый случай поствакцинального осложнения рассматривается. Детально прорабатываются вопросы, кто, какая вакцина, какая партия. Сюда привлекается Роспотребнадзор, Росздравнадзор. Ни одного случая поствакцинального осложнения не было. Первый шаг на пути к ЕГЭ сделан. Почти 6 тысяч выпускников региона сели за парты, чтобы написать сочинение. Оно вернулось в систему итоговой аттестации два года назад. Для творческой работы было предложено пять тем. Сочинение сейчас, так или иначе, оно все равно литературное. Просто темы сформулированы так, что предполагается в начале рассуждения человека на тему, например, разума и чувства, что важнее, в каких ситуациях, о дружбе и вражде. А затем они все равно подтверждают это литературным произведением. После экзамена рабочая комиссия отсканирует работы. Именно сканы будут проверять, а в оригиналах выставят итоговую оценку, чтобы отправить все документы в региональный центр оценки качества образования. Свои результаты выпускники будут узнавать в школе. Пьяный водитель Александр Городецкий, под колесами автомобиля которого погиб ребенок, полностью признал свою вину. В Архангельске завершено расследование громкого уголовного дела. Трагедия произошла в октябре этого года, когда алководитель сбил на автобусной остановке троих детей. Один из них, 11-летний Артем Кадацкий, погиб на месте. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру. Если вина Городецкого будет доказана, ему грозит до 7 лет тюрьмы с лишением права управления автомобилем на срок до 3 лет. Сегодня стартует Международный фестиваль любительских и профессиональных фильмов и программ «Берегиня-2016» вместе в будущее. Кинофорум покажет не только документальное кино, но и художественные фильмы, короткометражки, кинопортреты, социальные фильмы, кинодебюты, экспериментальное кино, этнографические картины, телевизионные программы, мультфильмы, проекты детских телестудий. Публичные показы пройдут в Архангельске и в Северодвинске 8, 9 и 10 декабря. Будут открыты площадки для просмотров в научной библиотеке САФУ, библиотеке имени Добролюбова в Северном морском музее. В Архангельске настало пятое время года. Его подарила нам художник Лариса Рюмина, дав такое необычное название своей второй персональной выставке. Работа над ней шла почти 4 года. Задумка мастера проста. Зритель не только должен увидеть красивые авторские произведения, но и словно совершить кругосветное путешествие от одной национальной культуры к другой. Мне всегда хотелось Италию соединить с Россией, но так как это получилось бы не очень много, я решила туда везти еще Германию, Бразилию, Китай. Чтобы получилось такое представление, более яркое о том, как проходят праздники в других странах. Например, Италия, ее самый известный, самый оригинальный и самый старинный карнавал, венецианские выставка, словно переносит на одну из узеньких улиц Венеции, где дамы и кавалеры в измысловатых костюмах и масках приглашают вас окунуться в атмосферу карнавального таинства. Особое место на выставке занимает исконно русский праздник – каледа накануне Рождества. Лариса Рюмина впитала в себя колорит всей страны. Тут и полупосадский платок, и шубка авторской работы, и народные куклы-обереги. Здесь есть вещи, которые использованы вообще очень старинные. Вот юбки, например, у девочек, сарафаны юбки, вот это пестрить. Этим тканем, я не знаю, там сто с лишним и более. Удивительное рядом экспозиция «Пятое время года» открыта в старинном особнячке на набережной 79 до конца февраля. И о погоде. Сегодня пасмурно, вечером ожидается небольшой снег, температура воздуха – минус 10 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова